Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ромен Атанасио тренировался со многими известными их сменами, такими как Мишель Дежуайо и Франк Кама. Но поначалу не все шло гладко. Во время его первой гонки произошел инцидент. Спортсмен опрокинулся в море, и его подобрали и спасли моряки с грузового корабля. С тех пор он не прекращал работать и стремиться к лидерству, занимая почетные места в трансталантической гонке «Транссад Жак Вабр» и «Транссад Ажи Дозер». В прошлом году он впервые участвовал в «Ван де Глоб», единственной в мире кругосветной регате «Яхт-одиночек», которая проводилась без остановок и без посторонней помощи. Ромэн Атанасио взял нас на борт яхтой во время своего последнего выхода перед стартом «Руд-Дюрюм» в крупнейшей трансатлантической гонке. Сегодня условия довольно мягкие, море спокойное, хоть и не совсем, что не всегда бывает в это время года в Британии и в Бискайском зале. Старт очередной гонки «Руд-Дюрюм» будет дан во французском городе Сен-Мало в Британии. Дистанция регаты проходит через Атлантику. Ее протяженность составит 3,5 тысячи морских миль. После выхода из Сен-Мало участники пересекут опасный Бискайский залив, обогнут архипеллок Азорских островов и направятся к Пуэнто-Питру на Гвадалупе в Карибском море. Старину по этому маршруту только в обратном направлении в Европу доставляли первосортный ром. Как ожидается, в этом году будет побит рекорд прохождения дистанции, так как за 4 года, прошедших с предыдущей регаты, яхтенные технологии шагнули вперед, позволив развивать более высокую скорость. Это всем известные подводные крылья. Знаете, на этих лодках кили качаются, поэтому мы наклоняем их на 40 градусов по ветру. Так что по необходимости, поскольку нет никакого противодействия дрифу, мы добавляем дрифты. Начиная с последнего Ван де Глоб, это подводные крылья. Они имеют изогнутую форму. Знаете, это похоже на вождение машины, когда вы высовываете руку из окна, и она взлетает. В этом и заключается идея. На скорости лодка взлетает. На яхте Ромена Атанасио нет таких крыльев, поскольку она была спущена на воду еще 10 лет назад. Он вряд ли сможет претендовать на победу в категории 60-футовых яхт и МОКО, как Джереми Био, Ян Илья и Винсент Рио, в отличие от его жены, британки Саманты Дэвис. Я соперничаю с Роменом. Это немного необычно, потому что таких пар, как наши, не так уж и много. Но на самом деле у нас лодки разных поколений, поэтому мы редко оказываемся бок о бок на воде. Это на самом деле исключает конкуренцию между нами. Мы рады участвовать в соревнованиях вместе с нашими лодками, нашими проектами и встречаться по прибытии. Несмотря на то, что Рот Дюрюм еще впереди, Саманта Дэвис и Ромен Атанасио уже смотрят в будущее и планируют принять участие в кругосветной регате «Ван де Глоб» в 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова